Здравствуйте, уважаемые друзья, вы на канале питомника Хвойный Дворик, с вами Евгений Филимонов. Сегодня мы будем рассматривать подготовку земли, здесь около полторы сутки, мы будем ее возделывать, и я отвечу на вопрос, который всех волнует всегда, в какую землю вы сажаете, как вообще происходит обработка земли, что вы с ней делаете, и сейчас мы это разберем и увидим наглядно. Здесь около полторы сутки, я уже сказал, здесь будет, мы готовим землю под маточник, то есть капываем, а затем будем рассаживать небольшие подростки, для того, чтобы они росли, и потом мы могли взять с них черенки. Ну вот, как можно видеть весь участок земли, который мы вскапываем, вот там еще не вскопано, здесь примерно у нас полторы сутки, ну в длину 15 метров и в ширину около 10 метров, потом, ну самый лучший помощник у нас будет мотоблок, он у меня, кстати, не так давно, около двух лет, но со своими обязанностями справляется довольно таки хорошо и успешно. Так, какая же у нас земля, какой же у нас грунт, в который мы будем сажать, здесь ничего не добавлялось, ничего не завозилось, просто перекапывается все, земля обычная, огородная, то есть ничего такого тут нету, вот здесь я уже перекопал, ну здесь можно видеть очень много корней, очень много сорняков, которые нужно будет убрать, ну по мере возможности, потому что растения здесь будут сажаться довольно таки уже подросшие, поэтому прям все перерывать лопатой и убирать прям все корешки-корешки до одного, не вижу смысла просто, все равно она нарастет однозначно, сорняками мы боремся всегда вручную и толку от этого мало будет, здесь мы посадили уже сосну вейматого, ну сосну вейматого она вырос, посадили, посадили ее с открытой корневой системой, посадили ее поливаем и уже за месяц она уже довольно таки хорошо, мне кажется, приживать, ну мы ее посадили для того, чтобы она выросла большая и потом начала давать шишки, шишки нужны нам для семян, семян мы будем опять выращивать сосну вейматого, а там дальше, если можно видеть, мы посадили лестницу, но я сейчас подойду поближе расскажу, земля можно видеть, сюда можно насыпать песка примерно около 20 сантиметров и затем все это опять перекопать, лестница у нас уже опала, но это ничего страшного, листница должна опала, посмотрим, при желании она, посмотрим, это уже весной, весной все это рассмотрим, тут еще маленькая, ну тут еще сажаться будет вот ряд листьев, будем сажать и ряд будет сосны вейматого, то есть проходим мотоблоком, потом собираем корешки, какие можно, а затем можно насыпать песка и опять пройтись мотоблоком, это не такое трудное занятие и довольно таки много, сейчас осень, у нас приближается время уже заморозков и поэтому пока погода стоит нормальная довольно таки, я хочу вам показать, какую же, в какую землю мы сажаем, в принципе да, если бы мы сажали сюда или сеялись семена, то этого было бы мало, здесь надо почти чуть ли не на коленках ползать и собирать каждый корешочек вытаскивать, это семенам очень повредит, если не собрать все сорняки и все корешки, ну и маленькие растения, которые там двухлетка, которые рассаживаются тоже обязательно, желательно все это собрать, ну опять же, вот мы тут рассадили самшит, вот мы тут рассадили самшит, я вот только начал его рассаживать, посадил всего кустов 30 наверное, еще штук 70 самшита у меня есть, я рассажу его и для того чтобы рассадить его, для чего его рассаживаю, я рассаживаю для того чтобы тоже брать черенки, из него делать формы какие-то, размножать его, то есть это будет все довольно видно и показано все, так, а на чем мы остановились, мы остановились на том, что сажать в эту землю будем подростки. вот эти растения пойдут на маточник, вот здесь у нас туя Yellow Ribbon, желтая туя полностью, в тени она такого, цвета салатового, но это все будет на черенкование, поэтому в этом году она выставлена не была, она подрастет, вот мы начнем с нее черенковать и довольно хорошие, потом будут черенки и саженцы, то есть мы там подготовили землю, будет рассажена она весной, весной будет рассажена поливаться, она подрастет еще и осенью следующей мы только начнем брать черенки, тут у нас туя, холструб тоже немного, где-то там примерно туя Ribbon 30 штук и вот туя холструб примерно тоже немного, там выкопана она, но это там стояла туя Колумна, туя холструб довольно красивое дерево, вот так завивается, ну прекрасная она, можно и черенки брать с нее и семена с нее можно брать тоже довольно-таки хорошая схожесть и повторение сорта у нее идет у холструбок, и еще у нас на черенкование, естественно всеми любимая туя смарагд, Можжевельники будут? Можжевельники, да, будут, у нас там уже есть маточные растения на том, на нашем старом участке, там они довольно высокие, можжевельник скальный, постараюсь его тоже защинковать, я его даже постараюсь защинковать в этом году и будет довольно-таки прекрасное, я думаю, растение, посмотрим, что какую, я думаю, к осени уже будет и можжевельник в продаже, но я не думаю, что много, потому что времени на черенкование тоже уходит много, а охота за черенковать хотя бы 3-4 сорта, один можжевельник черенковать я как бы не хочу, ну а это все будет рассаживать туда где подготовил землю, будет рассаживаться весной, сейчас земля постоит, промокнет дождями, все нормально будет, и я думаю, будет рассаживаться весной, и, конечно же, обеспечим их очень хороший полив, и я думаю, будет все хорошо. Еще хочу сказать, что, ну, сюда войдет 4-х летки, если вот так разобраться, некоторые говорят мне, вот у нас есть 7 гектаров, что нам с ними делать, мы возьмем тысячу 4-х летки, рассадим на них, я просто не представляю, что люди думают, я просто, ну, они, естественно, совершенно не понимают, что 4-х летки, вот здесь, например, на этом участке, то есть полторы сутки войдет около 5 тысяч 4-х летки, можно рассадить, можно рассадить 5-х летки, чуть поменьше, ну, около 3-х тысяч можно рассадить 5-х летки, это запросто, дорастить их пару лет, а потом спокойно пересадить, это уже не проблема, единственное, поливать, поливать надо хорошо, и здесь уже есть укрытие, ну, она, укрытие, вернее, ну, забор, огорожено все, ну, на 7 гектарах однозначно ничего не будет, затем, что еще хотел сказать, вот такое у нас примерно, сегодня, сегодня у нас задача, вот, докончить вот это тут, вот это вот все скопать, докончить это все, убрать, какую можно траву, ну, по 3 бочка я с одного ряда убираю, поэтому пеньки стоят, ну, ничего страшного, стоят, стоят, будь стоят, ничего вообще в этом страшного не вижу, вокруг них можно высадить, ну, я, как сказал, здесь будут сажаться подростки, поэтому, а вот здесь уже, конечно же, будет все вскапываться, и здесь пойдут грядки, грядки для второго теневика, и он будет именно для посева, тут земля будет возделываться намного лучше, намного там все будет хорошо, хорошо очищаться земля, и песка сюда будет добавляться, ну, земля, вы видите, она и не чернозем, но довольно-таки хорошая земля, довольно мягкая, то, что да, вот, ну, туя растет, растет, и я хочу сказать, что я ее не особо поливал, довольно нормально, опять же, вот мы тут, ну, теневик достроится, я потом буду строить грядки, я вам все покажу, и теневик, как строится, покажу, а здесь у нас, вот, рассаживаем, можжевельный скальный, тоже он идет, но он идет для ограничения участка, естественно, потом он будет обрезаться, и делаться, такой небольшой изгороди плотной, как у меня, на другом участке, и опять же, с него будут браться черенки, но это все в будущем, про черенки, сейчас нам главное наладить семенное размножение, то есть, чтобы у нас грядки менялись, постоянно засеивалось, а затем мы уже вплотную займемся черенками, ну, когда наладим черенкование, тогда наладим и, скорее всего, прививку, после этого, и тогда уже, ну, на это все, естественно, нужно время и силы, поэтому, и погода, естественно, соответственно, ну, с нашими отправками, у нас все это затягивается, извините меня, мы не успеваем посеять, все это сделать, ну, что я сейчас начну потихоньку мотоблочить, один, раньше я сам скопал, сам скопал лопаткой на коленях, то есть, это было не так уж трудно, сейчас, в данный момент, ну, уже все люди, тем более техника у нас есть, сейчас мы можем спокойно это все сделать с помощью культиватора, и проблем с этим нет, естественно, вот хочу показать, какая у меня лопата, лопата тяжелая, очень тяжелая, она железной ручкой, здесь она поприварена вся, это для чего такая лопата, я объясняю, потому что, когда у меня были с нормальным черенком, деревянным, они постоянно ломались, черенок постоянно ломался, и поэтому я сделал такую лопату, которая никогда не ломается, единственное ломается, да, вот здесь, вот здесь ломается, и приходится срезать ее, и наваривать новый, ну, такой лопаты хватает обычно примерно на лет пять, поэтому я, а тех лопат не хватало, я каждый сезон по три, по четыре черенка менял, то что пеньки стоят, это ничего страшного, тут нету, опять же говорю, давайте сейчас я его сделаю, вот этот участок, и посмотрим, что из этого получится, итак, уважаемые друзья, сейчас мы будем мотоблокить потихоньку, что мыаем сюда, чтобы иначе было что-то threshold, где-то, можно поможем, листjm9-1-2 наярл, или вот здесьいます, да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Добавил DimaTorzok ДимаTorzok 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 Заказал радиоуправляемый микрофон, но когда он придет я не сказать точно не могу Поэтому следующие видео я думаю уже будем снимать с радиоуправляемым микрофоном Запыхался чуть-чуть Так ну для этой земли достаточно для посадки саженцев небольших подростков это довольно таки понятно нормально и все все будет довольно таки хорошо они будут расти тут и радоваться Четырехлетка пятилетка тоже способна расти в такой земле ничего страшного в нем нету То что тут еще корней очень много желательно конечно добавить песка но я этого делать не буду Пусть она растет земля нормальная рыхлая поэтому пока что песка я добавлять не буду потому что при выкопке кома потом Потом у нас получается такое дело что ком рассыпается поэтому песка я пока не буду добавлять Вы если хотите добавляйте если у вас земля более такая трудная более комковитая Я не буду но здесь видите целина практически здесь не пахалась я не знаю сколько лет Поэтому Спахивать сейчас будем хорошо еще раз пройдем и там тоже мы пройдем потом это все закончим еще раз по кругу все пройдем мотоблоком Это будет очень хорошо и полезно для земли и потом опять же будем вытаскивать и корни еще раз еще много много раз То есть дай бог чтобы до морозов успеть и у нас была уже к весне готовая земля Ну тую подростки я вам покажу какие мы будем рассаживать и А весной мы их рассадим мы их рассадим для маточника как я говорил тут скорее всего ряд пойдет сосны веймутово тут ряд пойдет лиственницы Лиственница тоже для шишек выращивается ну посмотрим как что будет и на этом все что мог показать показать То есть для того чтобы выращивать сеянцы более-менее подростки то есть 4-5 летку вам не нужно большие размеры участка Вам нужно примерно около сотки земли для того чтобы начать особенно начинающих те кто только начинает не обязательно Там раскапывать и для этого 7 гектаров на 7 гектаров можно посадить очень-очень много это надо целое производство я не знаю самим там у кого даже 15 соток Те не хватать за все 15 соток сразу раскопайте сотку вам достаточно будет хватит для трех тысяч сеянца 4-х летки это вполне достаточно Рассадить ее в 15-20 сантиметрах и довольно таки хорошо она пойдет Ну естественно главное полив и между рядками ну 15-20 сантиметров вы сможете встать между рядками и прополоть это все это не проблема Ну насчет травы я сразу скажу мы все используем мы выдергиваем руками все это ручной труд да особенно этим летом кошмар просто какой-то большой Мы не успевали ничего Я дергал все дергать все кто мог кто приходил тот и дергал но дело не в том дело в том что косить косить ну там мы еще косим а здесь уже не наверное навряд ли покосишь потому что здесь будет рассажено все и придется все руками как в теневиках все руками мы это делаем ну ладно так Так я маленько отвлекся ну насчет земли вам понятно я надеюсь можно видеть можно знать что вот это довольно таки вот это довольно таки небольшой участок можно на нем сажать и зарабатывать хорошо можно на сотке очень хорошо зарабатывать Да я понимаю не все но дополнительный заработок это будет я как нибудь сниму видео сделать дополнительный заработок на двух грядках или вы можете увидеть там ничего сложного ничего трудного нету Ну естественно первоначально какие-то накопления нужны можно и без первоначальных накопления но это будет дольше это будет кропотливей то есть вы черенкуетесь вы собираете семена или покупаете семена и рассаживаете уже сеете потом потом рассаживаете это процесс конечно долгий ну кто как хочет я не Никого не заставляю я просто делаю как я делаю и показываю вам и советую делать так же советую но ни в коем случае это не панацея кто-то сделает лучше кто-то сделает хуже это вам уже решать кто-то сделает так как я то есть У меня все однозначно тут будет расти в этой земле в этой как с первого взгляда можно показаться плохой земле на самом деле это для меня это земля очень прекрасная и хорошая поэтому рассаживайтесь не стесняйтесь всего доброго с вами был Евгений Филимонов питомник хвойный дворик а